Добрый вечер, это программа «Время вашего вопроса». Совсем недавно бездомных животных расстреливали на глазах у очевидцев. Других братьев наших меньших сжигали, оставляя обгоревшие трупы на пепелище. Сейчас нас уверяют, что подобные садистские способы решения проблемы остались в прошлом. Думаю, ясно, что никакой ответственности за это прошлое никто нести не будет. Сегодня поговорим о том, как решить проблему бездомных животных, обсудим существующие меры отлова и стерилизации, а также постараемся понять, какие методы зоозащиты наиболее эффективны. В студии Юлия Осиновского, руководитель общественного объединения «За жизнь», создатель и волонтер приюта «Умка» и Оселя Садыкова, основатель волонтерского движения «Хатика» по защите бездомных животных. Добрый вечер, добро пожаловать. Мы работаем в прямом эфире. Задавайте нам вопросы по нашему номеру 28 58 69. Также у нас есть мессенджер WhatsApp 837 264 15. Также направляйте туда вопросы и оставляйте ваши комментарии. Давайте вот с чего начнем. Почему до сих пор не решается проблема с бездомными животными? Вот с чем это связано? Какие здесь факторы играют роль? С отсутствием закона. Дело в том, что проект этого закона я видела еще в прошлом году. Нам его давали для того, чтобы мы могли внести корректировки. Собственно, закон написан неплохо. Да, были нюансы некоторые моменты, которые мы выделили, исправили их для того, чтобы это лучше работало и, соответственно, отправили на проверку. Закон должен был принят быть еще в прошлом году, но пока его нет. Не приняли. А об этом поговорим чуть подробнее о самом законе. Осель, ваше мнение? Мое мнение, это низкая социальная ответственность нашего населения и коррупция. То есть деньги выделяются. 63 миллиона это достаточно большая сумма, тем более, что уже в течение 20 примерно лет выделяется ежегодно на отстрел, на проблему решения количества бездомных животных на улице нашего города. Но если бы люди были заинтересованы в этом, то вся сумма направлялась бы на именно отлов, на именно умерщвление или стерилизацию, как раньше было это умерщвление, сейчас это стерилизация. То есть такой суммы было бы достаточно, чтобы решить проблему. Но в этом просто никто не заинтересован. То есть деньги воруются, какая-то сумма выделяется, этой суммы недостаточно. И как можно, так решают проблему. То есть более, как сказать, напоказ. А где идут факты коррупции? Есть какое-то проводилось расследование? Какая вот есть информация на этот счет? Расследования нет, но 63 миллиона тенге. Вы подумайте, вот мы собаку одну стерилизуем за 12 тысяч тенге. Кастрация стоит там 6-7 тысяч тенге. То есть на эту сумму вот мы, делая кастрацию, стерилизацию, приют за благотворительность, за свои средства, плюс еще, да, как мы работаем сами, мы стерилизуем большое количество животных и также выпускаем их на улицу, также чипированными. И выщипноухи делаем, чтобы было видно, что собака стерилизована. Вот. Деньги большие, но это еще своими силами. А представьте, сколько бы было потрачено, не таких уж больших денег, чтобы стерилизовать как минимум 100 животных в месяц. Так почему этого не делается? Почему каждый день ловится 34 животных, из них стерилизуются, кастрируются, убиваются, непонятно какое количество, никакой вообще статистики нету по этому поводу? Вот, я не вижу. К нам уже поступил звонок на нашу телефонную линию. Давайте послушаем телезрителя. Добрый вечер, пожалуйста, вы в прямом эфире. Ваш вопрос. Здравствуйте. 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 Вопрос, пожалуйста, оставьте ваши данные на наши средства связи, на WhatsApp, если можно, или в нашей аппаратной. Оставьте, пожалуйста, ваш контактный номер. Спасибо за вопрос. Стерилизовать. Первый вопрос. Она, скорее всего, хочет гулять. Вот. То, что ее добрая женщина выпускает погулять, это не решает проблему. Собачка сбегает, забеременеет и потом принесет ей плоды. Я думаю, что да, мы попросили нашего телезрителя оставить данные. Мы можем помочь. Да, если что, вы, может быть, да, примите участие в решении этой проблемы. Хорошо, давайте будем двигаться по какой-то логике. Вот те меры, которые сейчас приняты, вот отлов, стерилизация, они в целом эффективны, они вообще эффективны. Что можно об этом сказать? На данный момент нет. Почему? Объясню, почему. Почему это неэффективно. Во-первых, даже если мы сейчас с вами соберем всех бездомных животных с улиц города, простерилизуем, это решит проблему на короткое время. Почему? Потому что собаки будут плодиться во дворах. То есть бездомыш не просто так взялся на улице, он берется со двора. Люди сами допускают то, что их собак приносит нежелательное потомство. Ответственные люди, да, стараются своими силами раздать. К сожалению, таких мало. Неответственные. Просто эти коробочки со щенками вытряхивают на улицу. Уезд, переезд. Животные так оказываются на улице, потому что у нас, еще раз говорю, нету закона, который мог бы наказывать владельцев, чтобы они несли ответственность, завел животное, будь добр, содержать его до конца. Не племенное животное у тебя, стерилизуй его, потому что на всех рук не хватит. Поэтому здесь нужно действительно регуляция. И я пользуюсь моментом, сейчас хочу обратиться к разведенцам. Люди, которые плодят якобы породистых щенков. На Улыкс заходим, смотрим. Овчарочки, бульдожки, каких только нету. Люди идут, покупают в надежде на то, что вырастет действительно хорошая собака. Ну, сами понимаете, что вырастет за 30 тысяч, да? Соответственно, ожидания рушатся у человека. Хотели одну собаку, получили другую. Так вот, хорошая собака будет стоить в районе 1000 евро. И я считаю, что нужно взять под контроль именно разведенцев, запретить плодить животных, не имеющих племенной ценности для Республики Казахстан. То есть, заниматься разведением породистых собак должны только профессиональные питомники, чьи животные посещают выставки, мероприятия, проходят необходимые курсы. Здесь, да, и стоимость такого животного совершенно другая. И человек, придя в этот питомник, отдав хорошую стоимость, да, там, я не знаю, ну, хорошо, к примеру, от 200 тысяч тенге, у него есть гарантия, что он берет породистое животное. А так как есть альтернативы сейчас более дешевых, ну, согласитесь, взяли за 30 тысяч тенге, так же прекрасно пинка на улицу потом дали. Поэтому я считаю, что нужно обязательно исключить разведение не породистых, не племенных животных. То есть, сейчас эта сфера находится, скажем так, в такой серой зоне, где никак не регламентируется совершенно, и это нужно перевести в какую-то более лицензированную версию. В любом случае, то есть, работать, разводить животных должны строго питомники, профессиональные питомники, да, которые действительно выводят определенную линию, следят за ней, да, дополняют. То есть, люди, любящие свою породу, люди, совершенствующие свою породу, а не просто, вы посмотрите, сколько у нас овчарок бегает. Ни у одной нет клейма, ни у одной нет чипа. Откуда? От разведенцев. Сколько хасок бегает? Привезли и айда плодить. То есть, этих животных, ну, я имею в виду владельцев таких животных, сразу нужно оповещать о том, что ваше животное в разведение не пойдет. Допустили разведение? Платите штраф. Вот еще по мерам, да, вот после отлова и стерилизации, что дальше происходит с животными? Ну, по крайней мере, то, что отлаливают сейчас, тех животных, большинство просто убивают. Вот, даже связывались с начальником медстанции, он говорил, да, собака нападает, мы поймать ее не можем, мы стреляем дозы яда, как говорил, заменьшенные, чтобы просто усыпить. На самом деле, даже большие по размерам животные просто умирают от этого яда. Не рассчитывается дозировка. Вот, и откуда берется кровь, вот у нас был инцидент, что в газели просто нашли очень окровавленных, там у кого-то нет лапы, у кого-то нет пальца животных. Откуда, если просто был введен яд, по крайней мере, что-то просто умерло бы, да? Вот, наверное, это все-таки потом как-то, я не знаю, документируется по-другому. К чему вообще речь идет? Вот, те животные, которые попадают под отлов, это в основном адекватные животные, которых могут сами поймать те люди, которые занимаются отловом. Три-четыре собаки, может быть, пять, выставляют каждый день медстанция. И это именно городская, я не говорю про областную, которой схиз занимается. Там мы вообще не знаем, что происходит. Вот, они стерилизуются, кастрируются, содержатся пять дней и выпускаются, но при этом должна быть вакцинация, гельминтизация. То есть сначала нужно проглистогонить животное, потом его еще и привить. Содержать две недели, а потом только выпускать. Это взрослое животное. За что может быть проведено за эти пять дней, вообще неизвестно. Кроме того, что просто простерилизовать и выпустить. Где вся программа? Прочипировать хорошо. Ушко надрезать, чтобы было видно, что собака чипирована. Но чипирование, я так понимаю, сейчас не применяется совершенно. Чипирование, скорее всего, применяется, но это проверить нереально, потому что чип вводится в кожу подкожно. Его только можно аппаратом проверить. Аппаратом. Специальный сканер есть, да. Но вот те животные, которые у меня на сегодняшний момент находятся после отлоу стерилизации, у них у всех имеется чип. К тому же ты говорила, что у тебя две собаки после вот такой стерилизации родили. Нет, не у меня две. У меня родила одна собака из первой партии. Да, потому что там стерилизация, конечно, была, если честно, ужасной. Мы просили своего врача Ирину Львовну, чтобы она показала мастер-класс. После чего последняя собака, если ты помнишь, с Ульяной Громовой, которая попала, там уже она была стерилизована, уже нормальный шов, то есть проблем не было. До этого, да, были инциденты, которые именно из первой партии. Вот смотрите, касательно усыпления. Насколько я понимаю, исходя из открытых источников, усыпление применяется к тем, скажем так, агрессивным видам, которые проявляют агрессию, возможно, больны бешенством. А вот если говорить о уничтожении собак, кошек, оно применяется, если там нет факта какой-то агрессивности повышенной? Да, конечно, они не хотят ловить животное и просто стреляют в него. Из экономии. Факты есть, какие-то свидетельства. Ну, смотрите, вот последний случай, как раз вот, где полная машина была, значит, отстрелянных собак, там они были отстреляны в районе дачного общества, причем, я так поняла, что и председатель дачного общества, плюс еще присутствовал участковый, да, и так как нас не было там, нам просто сказали, да, собаки проявляли агрессию, в общем, люди были абсолютно против того, чтобы их там простерилизовали, вернули обратно, поэтому вот произошел такой инцидент, после чего мы предложили на такие вызыва, чтобы брали нашего кинолога, который мог бы тестировать животных. А вот насколько работа вид станции прозрачна, скажем так, для общественных организаций? Вот вы можете, вот вы предложили такую идею, в целом присутствовать, вы можете посетить там, передержку в детстанции, посмотреть, какие условия? Да, дверь открытая. Дверь открытая? Да. Ну, условия какие там? Условия лично мне не понравились, то есть еще ездил другой волонтер, и третий волонтер ездил. Это стол, на котором оперится животное, также оно потом по полу просто перевозится, кровь остается, сразу следом ложится другое животное. То есть никаких санитарных условий там абсолютно нет на данный момент. Какой-то дальнейший уход, медицинский осмотр, какие-то дальнейшие мероприятия медицинские проходят после стерилизации? Ну, после стерилизации выживет-выживет, нет-нет, вот там все так происходит. Вот собаки, которые попадали, мы видели, да, там, конечно, забрызганы чемиспреем, там, второй кожей, а что там происходит, ну, то есть мы же не можем там, сами понимаете, постоянно находиться, да, у нас тоже свои приюты и работа, поэтому постоянно держать под контролем мы тоже не можем. Вот. Но оставлять, конечно, желать лучшего. Здесь совершенно должно выглядеть все по-другому. Угу. Вот мне бы хотелось понять, в чем логика все-таки вот тех мер, которые сейчас действуют, да, государственных мер? Это как бы такой задел на будущее, что вот сейчас мы это потомство, да, стерилизуем, потом у нас не будет продолжаться, да, соответственно, и таким образом, как бы, вот эта цепочка остановится на этом. Смотрите, если бы сейчас это все шло параллельно, опять же, возвращаемся к закону, да, который бы привлекал людей, имеющих там непородистые животные, к стерилизации, если бы люди сейчас навстречу к нам, кто смотрит, пошли, потому что мы, как волонтерские движения, организации, приюты, мы просто не справляемся, если бы они просто взяли свою собаку, отнесли завтра на стерилизацию, потому что, да, у меня во дворе плодится, я схожу-ка, я и сделаю, потому что, я говорю, меньше животных не станет, если люди не будут так же действовать, как мы. А государству, в принципе, можно было бы сделать какую-то, знаете, внести лепту в это. То есть, к примеру, стоит стерилизация, там, 12-15 тысяч, да, не каждый готов оплатить, но можно было бы сделать льготную стерилизацию, выделить в определенную клинику определенное количество денег, и это бы клиника хозяйских собак стерилизовала. То есть они бы не там 12, а 6 тысяч пришли и заплатили. Почему бы не сделать так? Согласна. Уже стимул, стимул людям, стимул, хороший стимул. Вот, нужно, понимаете, совместная работа, не то, что мы грыземся, да, нас там пытаются разорвать на части, что-то мы не успеваем всех там собак спасти, где-то помочь, но мы действительно, ну, не всесильны, мы стараемся, пытаемся что-то предпринять, но нам не хотят помочь, и нужно людям так же, вот у кого-то соседи есть, да, которые держат собак, тот же сосед мог бы поговорить, слушай, там, Коля, Вася, да, стерилизуй, а? Что она у тебя щенков приносит? Вот там сейчас такая программа идет, к примеру. Вот это было бы замечательно, потому что люди тоже должны идти вот к нам навстречу. Не просто выбрасывать, а простерилизовать. Ну, один раз, ребят, ну, ничего страшного ведь не случится. Ничего страшного не будет от того, что вы стерилизуете. Не будет зато кобелей рядом, да, не будет стая вот этих верениц, не будет воя, не будет лая. Собака будет жить спокойной, нормальной жизнью, что кобель, что сука. Обычная жизнь, только без приплодов. Вот для чего наши приюты вообще нужны? Для того, чтобы осветить проблему. Не то, что мы пытаемся по одному животному спасти, да, и стерилизовать, выпустить, а чтобы люди понимали, для чего это все нужно, что это проблема, которую мы развели сами. Каждый из нас каждый день ее разводят самостоятельно. Если каждый будет так безответственно подходить к этому, к этой проблеме и к решению ее, то так и будет продолжаться. Наши приюты, это просто вот, мы инициаторы своего рода. Это такой энтузиазм. Да, энтузиазм полностью неоплачиваемый. То количество стерилизованных животных, которое представляется официально, вы как к этому относитесь? Это слишком мало для нашего региона ваше отношение? Ну, вообще, знаете, сейчас, если честно, рано об этом говорить, да, потому что все это не так давно началось, и там определенное заявленное количество, насколько я понимаю, 3 тысячи в год, насколько я помню. Ну, да, там, пару тысяч в год, да, пару тысяч в год. Ну, это маленький охват, я считаю, маленький охват. И чтобы он работал, вот нужно как раз привлекать еще тогда и просто жителей, у которых во дворах там собаки сидят. Вот тогда да, тогда да, потихонечку мы придем. И если привлечь частные, допустим, также клиники, да, чтобы, потому что наши ветстанции СХИ, они не могут взять, допустим, большой объем животных, а еще как-то вовлечь частные клиники в эту программу, то освоение будет больше, и животных, соответственно, будет меньше. То есть уменьшаться количество, потому что это не дело то, что сейчас происходит. Вернемся к закону, о котором вы говорили. И я так дополню вопросом, что в целом нужно делать для того, чтобы эту проблему решить? В целом, смотрите, во-первых, нам нужно сейчас действительно добиться, чтобы закон работал. Это раз. Закон в отношении, то, что я ранее говорила, да, по поводу разведения животных, в отношении ответственности, плюс еще как раз привлечение ветеринарных клиник. И, понимаете, нужно вводить штрафы. Большие? Большие штрафы. Нужно вводить налогообложение. Вот я сейчас возвращаюсь, не досказала. Вот давайте так. Вот у меня собака. Я ее безумно люблю, но она ценности никакой не имеет. Если она у меня стерилизована, налог не плачу. Если она у меня не стерилизована, плачу. Стимул опять сделать стерилизацию. Либо не заводить это животное. Либо не заводить животное. Также, вот пример. Я сегодня в неправильном месте дорогу перешла, меня поймали, раз и штраф. Один МРП, да? Сразу тут же учат же нас сейчас переходить в положенном месте дорогу. А для тех, кто издевается над животными, я считаю, что тюремное заключение должно быть. Потому что мы не наказываем, сколько животных пострадало от рук человека. Все, нет состава преступления, нет состава преступления, нет состава преступления. Постоянные отписки. Где есть увечья, где есть смерть в том числе. Да, это психологическое. Мы не понимаем этого. Давайте так. Смотрите, я, скажем так, на этой арене зоозащиты нахожусь 10 лет. За все эти 10 лет нам удалось единственный раз наказать руководство в то время еще... Ветстанции. Нет, не ветстанции была частная, ветсервис. Вот. Мы писали заявление, и тогда было выявлено хищение бюджетных средств, превышение полномочий. Знаете почему наказали? Потому что в системе, вот куда я писала заявление, там был заинтересованный помочь человеку, который любит животных. Такой человеческий фактор сыграл. Человеческий фактор сыграл. Все, после этого не было ни одного дела заведено. Это был 13-й год. Это был 13-й год. А в остальном все отписки. Причем еще какой фактор? Немаловажно играет роль. Людской. То есть обращаются, говорят, знаете, у меня собаку здесь вот убили. Это было в прошлые годы. Начинаем составлять заявление, начинаем писать в прокуратуру, в отделение полиции. Доходим до какого-то рубежа, момента, и люди говорят, вы знаете, мы дальше не хотим. Все, приехали. Сами обратились, хотели, я говорю, пойдем до конца, давайте, нужно дойти до конца, нужно наказать виновных. Все. Никакого наказания. Энтузиазм закончился. Потому что это же надо ходить, это же надо, может быть, как-то и решались эти вопросы просто уже без меня. Я же не могу тоже постоянно с ними находиться. Асиль, ваше предложение. Что вы думаете по решению этой проблемы? Что нужно делать? Конечно, огромные штрафы. Вот так же, как и за мусор, который люди выкидывают. Просто не надо назначать большое количество людей, которые будут просто ходить и проверять это все это. Есть один фактор какого-то плохого отношения к животному. Штраф огромного размера. И потом это все публиковать. То есть, чтобы люди видели, что нельзя так делать. Как минимум, потому что у тебя очень большие деньги с тебя спишутся просто. Это первое вообще, что может быть. Второе, это прежде чем завести животное какое-либо, кошку, собаку, нужно прочитать огромный просто список того, что тебе для этого нужно сделать. Готов ли ты на это пойти? Если ты готов, ты подписываешь бумажку. Если не готов, то ты просто не заводишь животное. Могу дополнить, да? Вот раньше маленькие были. Был ДОСАВ. ДОСАВ, да? Вот клуб служебного собаководства. Так вот. Любой человек, который туда приходил для того, чтобы взять себе щенка завести, он обязан должен был пройти курсы. Как с этой собакой обращаться в дальнейшем? Как воспитывать? Таких курсов у нас сейчас нет. Нужно обязательно вводить, потому что это к чему еще ведет. Если у нас этих курсов нет, люди иногда не рассчитывают свои силы по породе собак. Ну вот, хочу ротвейлера. А есть ли у тебя силы на эту собаку? Знаешь ли ты эту собаку? Вот хочу и все. Заводят. Путютюшка ли? Ой, какая игрушечка. Собака начинает расти. Соответственно, порода серьезная, которая начинает зубки показывать. Раз не справились, два не справились. Пытаемся перепродать. Не получилось продать, пытаемся отдать. Собака пошла по рукам. Потом, как итог, на улице. Вот я считаю, что это допускать тоже нельзя. Хочет человек собаку, нужно пройти обязательно кинологические курсы. Не важно, маленькая собака будет чихуахуа. Она тоже требует ухода. Да, они будут не такие, допустим, как для служебных пород. Но человек уже будет знать, сможет ли он содержать или нет. Василий, вы поддерживаете меру тюремного заключения за жестокое обращение? Конечно, безусловно. Если ты можешь обидеть любое существо, это уже психологическое расстройство полнейшее. То есть даже когда мы ходили, когда еще не была принята программа стерилизации кастрации, мы ходили к начальнику ветстанции, и я у него спросила, проходит ли ваши сотрудники какой-то психологический тест, прежде чем ехать и убивать животных. Он сказал, нет, вы что, у нас работают простые вот с поселка люди. Ну как не проходить, если сейчас ты убил одно животное, да? Ребенок поиздевался. Что будет в дальнейшем? Ты легко сможешь причинить вред и человеку. Это большая проблема на самом деле. Это люди об этом вообще не понимают. Хорошо, ну вот смотрите, вы говорите о, скажем так, профилактике. А вот что делать сейчас? Потому что на наших улицах большое количество бездомных животных продолжает быть. Вот сейчас что делать с теми животными, которые находятся на улице, да, и испытывают все эти проблемы, которые себе можно только вообразить? Я все-таки думаю, что нужно построить один большой приют. Согласна. Нужно строить приют на максимальное количество мест. Нужно максимальное количество времени для их содержания, доступ к ним, чтобы имели и волонтеры, и неравнодушные люди. И максимально стараться пристроить их в семьи, этих животных. Вот так же, чтобы в штате был кинолог, который мог бы посоветовать какую-либо взять собаку. Да? Да. Вот, ну просто человек пришел, я хочу вот эту собаку. А кинолог бы подсказал, ага, у вас какие условия содержания, что вы можете, там, какие навыки. Ну вот я там дилетант. И раз вы дилетант, вам такую собачку не нужно. Вам вот лучше с этой начать. Нужен большой приют. То есть мы не осиливаем, мы забираем. В основном сейчас вот у меня, я за свой могу приют сказать, у меня в основном все животные, от которых отказались хозяева. То есть эта собака, она в принципе на улице не выживет. Она не с детства находится, да, там, она не умеет себе пропитание искать. Ну и больные, соответственно, как правило, отказники, больные животные. Вот. К нам поступил звонок, давайте вновь послушаем телезрителя. Добрый вечер, пожалуйста. Ваш вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Да-да-да, мы вас слушаем, пожалуйста. Я хочу спросить, вот мы всегда решаем, вот сейчас это очень интересная тема, они безразличные, мы люди. Кто-то безразличный может быть, но вопрос не решаемый, бесконечный. Я просто хотела бы узнать из девчонок, может быть, есть какое-то решение, ну, как решить проблему вот этих бездомных животных, куда их девать, почему даже если кастрируют, выпускают, говорят, их кастрируют, или там что-то неправильно сделали, потом опять вернули их на улицу. У нас, например, на Зените очень много собак бездомных. И они, ну, бегают. Да, я знаю, что люди виноваты, конечно, они приручают, потом выгоняют их, издеваются. Как-то, ну, мне кажется, что эти приюты ничего не спасут или, не знаю, как-то. Как решить вопрос? Спасибо за вашу, да, нерадушную позицию. Ну, вот увеличение приютов, за чей счет должно быть? За счет государства? Вообще государственный приют в любом случае должен быть. В любом случае. То есть это и практика развитых, да, тоже стран, и соседних с нами государств. Вот. Здесь еще, опять же, чтобы было, вот, женщина сейчас правильно сказала, очень много. Но, опять же, откуда они берутся? Я говорю, что пока не будет закона, который можно будет, да, в котором можно будет наказать, ситуация, она далеко не уйдет. Люди за себя ответить не могут. Вот, вот, в чем дело. То есть, если сейчас начать действительно глобально заниматься вот этим, то я думаю, что лет 7-8 будет положительный хороший результат. А если сейчас люди еще, держатели своих собак, навстречу пойдут, то мы быстрее придем к решению этого вопроса. Конечно. Асель, вот, подвижки есть в законе? Вот мы говорим о законе, вот, какой-то, какая-то заинтересованность со стороны государства в этом есть? Есть. И самое главное, ведь тут важно выделение финансовых средств, потому что вам скажут, а денег нет, у нас есть более приоритетные задачи, социалка и так далее, жилье. Как бы собаки в самом последнем и кошки, да, на самом последнем месте. Ну, вот в Нурсултане сейчас разрабатывается закон, вот, всеобщих-казастанских, по поводу того, чтобы ужесточить его, да, в плане бездомных животных и вообще животных. Вот, я не знаю, пока что он, кажется, не применен? Он в проекте просто. Проекте, да? Вот, за счет него, то есть, нужно будет штрафовать людей, заставлять чипировать. Как я вот слышала от начальника инстанции, можно будет делать чипирование бесплатно, первоначально для всех вот хозяйских животных. Далее уже после того, как прочипируются животные, можно будет уже требовать стерилизацию, кастрацию, прививание, чипирование. Имеется в виду, ну, все, что вот в полной совокупности, чтобы животное далее не выгонялось, а если выгонялось, то человек за это нес ответственность, хозяин. Вот. Да, ну, перспективы выделения финансовых средств, вот вы как считаете, они возможны? В дальнейшем? Да, в дальнейшем. Именно на решение этой проблемы, на постройку тех самых приютов, потому что я думаю, что это выход, по крайней мере, сейчас, в текущий момент. Это выход сейчас, да, поэтому мы составили уже запрос, также с начальниками инстанции мы обговаривали этот момент, и это да, на сегодняшний момент это выход. Но такими темпами, вот я опять же еще раз говорю, нет этого закона, как бы приют быстро мы не забили, понимаете? Вот забьется приют, и все, на всех. Уже новый, новый, новый. Да. Вот. У нас четыре приюта. Здесь надо максимально, понимаете, работать именно, тоже так же с владельцами, надо с уполномоченными органами, потому что я думаю, что пару раз прилюдно вот так вот, знаете, хлыста дать за неправильное обращение, за прочие, да, какие-то действия, связанные, неполненаправные с животными. Вот. Ситуация изменится. Ну да, она начнет меняться, но тут еще, знаете, какая проблема, у нас животное стоит в статусе вещи, имущество вещи. И да, последнее, Асиль, все-таки вы тоже надеетесь на закон, на то, что закон изменит ситуацию. Да, надеемся. Хорошо, я вас благодарю за этот разговор, большое спасибо, тема огромная, я думаю, что мы к ней вскоре вернемся, большому спасибо. И в завершении с государственных трибун часто говорится о необходимости нравственного воспитания, духовных ценностях и так далее. При этом огромное количество бездомных животных голодает и умирает у всех, да, буквально на глазах. Живодер отделывается предупреждениями, а в худшем случае штрафами. Государство обязано решить эту проблему в кратчайшие сроки, потому что так с тех же позиций морали и нравственности быть не должно. С вами была программа «Время вашего вопроса», до свидания. Продолжение следует...